Церковь помогает А затем его, как правило, отправляют в другой регион Вглубь России Но многие остаются и ищут жилье самостоятельное Кто-то решает снять комнату или квартиру У кого-то в Белгороде близкие друзья Вместе с коллегой синодального отдела мы общались с беженцами С теми, кто им помогает, волонтерами, общественными организациями Которые отправляют гуманитарные грузы на Украину Организуют помощь на месте Значительный объем работы проделывает Белгородская епархия Крупнейшая точка помощи Марфа-Муринский монастырь в самом центре Белгорода Каждый день сюда обращается больше ста человек Все, с чем милосердие, добровольцы выдают продукты, одежду, средства гигиены, лекарства За организацию отвечает старшая сестра Марфа-Муринского сестричества Елена Химченко У входа в центр помощи она рассказала мне Что совсем недавно сама нуждалась в поддержке В 2014 году Елена Петровна приехала из Донбасса И обратилась сюда за помощью Тогда, услышав историю других людей Она ушла, так и не дождавшись своей очереди Решила, слишком тяжелые судьбы Им помощь нужнее Через какое-то время стало совсем тяжело И пришлось вернуться Вскоре Елена Петровна начала сама помогать По образованию она бухгалтера И ее навыки пригодились Так она стала сестрой милосердия А потом ее выбрали старшей сестрой Сегодня она не только организует работу Главного центра помощи Белгородской епархии Но и бесплатно помогает в больнице Моет, полы, убирает А еще ухаживает за больными и раненными Лидия Грищенко из Изюма Она жила с 16-летней дочерью Лизы Родственницей Татьяны И ее двумя маленькими детьми Постоянными обстрелами было страшно Семья хотела, чтобы их вывезли по гуманитарному коридору По пути в российский штаб Со всем рядом разорвался снаряд Лиза и Татьяна погибли на месте А истекающую кровью Лидию И маленьких детей спасли Ее вертолетом отправили в Белгородскую больницу А малышей в Москву В больнице Лидии стали помогать Елене Химченко И другие сестры милосердия Сейчас ей уже лучше Она благодарит сестер Называет их ангелами Все больше беженцев обращаются в наш московский штаб помощи Почти 800 человек записались на курсы по уходу за раненными Курс организовал учебный центр больницы святителя Алексея Синодальный отдел по благотворительности Первые группы слушателей уже прошли обучение И вот-вот отправятся помогать в больнице И сейчас мы на связи с главным врачом И директором церковной больницы святителя Алексея Алексеем Заровым Алексей Юрьевич находится на трассе М4 И везет сейчас в машине скорой помощи Нескольких человек из Мариуполя Для того, чтобы они могли пройти лечение в больнице в Москве Алексей Юрьевич, Христос Воскресе Вы сейчас едете в машине скорой помощи Везете больных в Москву из Мариуполя В больницу святителя Алексея Расскажите, с какой миссией вы сейчас были в Мариуполе На Донбассе И что именно вы увидели И как именно вы оказываете сейчас помощь Возвращаемся из поездки на Донбасс Десять дней Наша поездка У нас было семь человек Из них пять врачей Один священник, дополнительная больница И один сотрудник соединенного отдела Миссия у нас была В первую очередь разобраться В потребностях Единственной помощи И начать Организацию этой помощи В Мариуполе Вторая миссия Это уже Повторное Почтение наших врачей Юридической и Фарклоргической бригады врачей В Горловской больнице Которая сейчас унесет Вообще большую нагрузку По приему раненых Также мы посетили Луганск Волновахло Донецк Я знаю, что вы непосредственно Проводили там операции В Мариуполе Какая сейчас ситуация С медициной там Что можно сделать Как больница Свидетель Алексея Как церковь будет помогать В этом направлении В Мариуполе В настоящий момент Ну Здесь город можно разделить На три части Это Правый берег Левый берег И Уже известный всему миру Азовстань Я так понимаю, что на одном берегу Помощь оказывается Более-менее Хорошо А другой берег Совсем нуждается Да? Там ничего не работает Да? Слово хорошо К Мариуполе Совсем сейчас не подходит Совсем не подходит На правом берегу На правом берегу Мы впервые оказались Казахстан Кривым На месяц назад 7 апреля Вот это Второй больнице Инфекционного лечения И тогда, конечно Были очень впечатлены Тем, что там происходит В настоящий момент Получается, что на правом берегу Открыто две больницы Безусловно В них оказывается Помощь Но она крайне ограничена За счет того, что До последнего времени Были проблемы С коммуникациями Они остаются Это Через генератор Водоснабжение Открытое Канализация не работает Поэтому В нашей клинике Мариуполе И мы сделали Такой вот Амбулаторный центр Туда приходят люди Беженцев Беженцев Которые Приезжали из Этого региона Начали оказывать С самого начала Эти операции Но В настоящий момент Мы на самом деле Сейчас едем на скорую помощь Уже Подъезжаем к Воронежу Вчера скорую помощь Я вызвал из Москвы Чтобы Транспортировать Двух пожилых людей Один свеченник Переломом ноги Из Мариуполя Который Не стоит Супругой матушкой И в ней Находился В подвале Они пожилые люди И Надеюсь Мы сегодня Приедем И Дисквизируем И Нам больницу Почараюсь Помочь Вчера Мои коллеги Немножко пораньше Вами Потому что Не задержался Транспортировать Мы Привезли В больницу Одну молодую женщину Которая Осталась Одинокой Так как Ее муж погиб У нее Мальчик сын Четыре года И До начала Эти операции Ей Поставил диагноз Отологический Начали лечение И Соответственно Эта операция Прерывала Лечение Ее Почти В глазах Погиб муж Во дворе Дома И Сейчас Она Осталась Одна У Сына Бабушка Ребенок Остался Мама Поехала К нам В больницу Мы постараемся Делать То, чтобы Ее вылечить Спасибо большое Алексей Юрьевич За ваши труды И за то, что вы сейчас Можно сказать В том месте В котором Действительно Особенно Нужна помощь Старайтесь Эту помощь Оказать И не пройти Мимо чужой беды Помоги вам Бог Спасибо большое На сегодня На сегодня В России Церковь собрала Закупила И передала Более 1400 тонн Гуманитарной помощи Из них Больше половины 825 тонн Мы передали В епархии В зоне конфликта 327 тонн Непосредственно Из московского Центра приема помощи В 65 российских Епархиях Помогают Более 33 тысячам Беженцев 49 наших Учреждений Приняли Беженцев К себе 68 миллионов Мы направили На помощь беженцам От 100 до 300 беженцев Приходят в наши центры В приграничных городах И в Москве Больше 140 беженцев Уже обратились В нашу московскую больницу Святителя Алексея И 3700 обращений Поступило За последние 30 дней На горячую линию Церковной помощи 8800 70 72 222 В основном Это обращения С просьбами о помощи Помочь беженцам Можно в разных городах России В Москве работает Единый церковный центр Сбора гуманитарной помощи Он открыт ежедневно С 10 до 19 По адресу Москва 2-й Кадашевский переулок Дом 7 Сейчас особенно нужны Продукты питания Также тонометры Градусники Простые успокоительные Противопростудные лекарства Бандажи для беременных Полный список необходимого Публикован на сайте Синодального отдела По благотворительности Дикане.ру В Санкт-Петербурге Помощь для беженцев Принимают с понедельника По пятницу С 10 до 20 При Елизаветинской обители Милосердия По адресу Лахта Улица Красных Партизан Дом 4 В Белгороде Нужны посуда Нижнее и постельное белье Подушки Пледы Детские коляски Средства гигиены Все это можно приносить По адресу Белгород Улица Пушкина 19А В рабочие дни Гуманитарную помощь Принимают в церковных Социальных центрах В Ростове-на-Дону Воронеже Таганроге Шахтах И других Прикраничных городах Адреса и время работы Центров можно найти На сайте Синодального отдела По благотворительности Пожертвовать на Помощь беженцам Можно отправив СМС на номер 3443 Для этого нужно Ввести короткое слово Беженцы Поставить пробел И написать сумму Например Беженцы Пробел 300 Свои просьбы Предложения о помощи Можно оставлять По единому номеру Церковной горячей линии Милосердия 8 800 70 70 222 Ежедневно мы сообщаем О церковной помощи В наших телеграм-каналах Дела церкви Помощь беженцам На сайте Патриархия.ру И на сайте Синодального отдела По благотворительности Будем продолжать Наши молитвы о мире И помогать тем Кому тяжело